Ульяновские археологи подвели итоги и представили наиболее яркие находки полевого сезона 2018 года. По мнению ульяновского археолога Юрия Симыкина, наиболее интересными находками стали артефакты, найденные в Сингелеевском районе области. Это, можно сказать, клад раннесредневековых артефактов. Но речь идет не о денежных каких-то ценностях, а о предметах, которые представляют собой действительно клад. Это комплекс вещей, который включает в себя инструменты, конскую упряжь, ну и некоторые другие предметы, которые, видимо, принадлежали какому-то мастеру, который обслуживал потребности кочевой средневековой раннеболгарской верхушки. Особое место в этом комплексе средневековых артефактов, датируемых второй половиной 8-10 веков, занимает комплект для настольной игры, состоящей из 11 костяных шашек и двух кубиков. Специалисты предполагают, что наши предки играли ими в нарды, так как игра была распространена в то время, а сделаны были эти элементы на токарном станке. Также в Краеведческий музей поступила еще одна необычная находка – фрагмент бронзового зеркала периода Золотой Орды, датируемый XIV веком. Интересно обстоятельство находки этого зеркала. Оно было обнаружено учеником Крюшинской школы Иваном Терешиным, учеником 9 класса. И 25 декабря, а у нас традиционно в конце каждого года проходит такая традиционная акция «День дарения», на которой представляют и передают фонды музея, люди приносят и дарят свои предметы, находки и так далее. И вот как раз прямо накануне Нового года вот такой подарок в виде этого зеркала и поступил наш музей. У археологов впереди большая работа. Найденные артефакты предстоит отреставрировать и тщательно изучить, чтобы понять назначение каждого предмета средневекового клада. В дальнейшем они займут достойное место в экспозиции музея. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.